А если после визы невесты, когда вы приехали, в течение трех месяцев же надо расписаться, и более того, вам скажу, не только расписаться в течение трех месяцев, но и кейс подать на смену статуса, чтобы она не вывалилась из-за легального статуса. И вот в этот кейс на смену статуса вкладывается форма на смену статуса в комплекте со Федавитом, то есть финансовыми документами, плюс форма на разрешение на работу, плюс форма на разрешение на выезд из США. Потому что ожидание по регулированию этого статуса там около шести месяцев уже получается, как минимум, то есть пока нет грин-карты и сидят-сидят ждут. Вот с этой точки зрения, кстати, визы невесты не совсем однозначны, потому что она бы вот здесь пробыла дома в домашних условиях, посольство приехало и езжает в США сразу с иммиграционной визой. И не надо вот этим всем заниматься. Так что вы это тоже учитывайте, потому что пока не урегулируется статус, из США желательно не выезжать, то есть должен быть пароль получен, как бы это у нас пароль такой, пока ждешь. Без получения этого разрешения, если не получена еще грин-карта, она будет все равно условная, 2 года. Но вот пока она не получена, если человек уехал, потом обратно на границе. Во-первых, вообще не пустить, лишь процесс прервется с самим выездом без разрешения. Соответственно, выезд возможен, но можно там в экстренных случаях лучше в жизни, в экстренных случаях не происходить, потому что там очень сложно, что события здесь на выезде не должны происходить, чтобы дали вне очереди. У нее вот три месяца по закону, в течение которого вы должны брак оформить и документы подать. Когда документы поданы, у нее статус пендинг. Это легальный статус, да? Но если три месяца закончилось, свой брак оформили и пока не подана пенсиция на смену статуса, она вывалилась из легального статуса. Нет, я же это сейчас вот именно и говорил, что пока пендинг, ты не можешь ехать, потому что только выйдешь, прервется. Шесть месяцев. Где-то примерно шесть месяцев ждать придется в пендинге, то выдача грин-карты, разрешение на работу и разрешение даже на выезд в обычном порядке, оно выдается примерно не раньше, чем через четыре месяца, а иногда одновременно с этой грин-карты. Единственное, что плохо, что разрешения не будет, разрешения на работу не будет и выехать, надо сидеть. А когда по иммиграционной визе въехали, то разрешение по сути автоматом с авторизации на границе начало действовать. И все. Только осталось корочки получить, да и все. Социальное страхование и все. А оно там в течение месяца больше. Да. Потому что вы въедете тогда с визой иммиграционной, с визой вы едете, на границу приехали, произошла авторизация и право на работу стало автоматически на сути. Да просто дополучили там и все, документы. Ни в коем случае. Ни в коем случае вы туда в статусе жены не повезете. Расписались и надо подавать будет петицию. Петиция, что по визе невесты, что по визе жены, она с территории США как бы файлится. Нет, ну можно отсюда в экспресс-почту отправить, но обратный адрес должен быть в США вашем. Ну как-то да. Зафайлилась и ждете. По визе невесты просто чуть быстрее процесс заканчивается. Но предстоит смена статуса. Вот он там в США и все прочее. А с визой жены вы въехали на границу грин-карт-холдер, особенно если еще дети есть и прочее. Не, ну более хлопотно будет, конечно, со статусом там возиться и меняться. Если так вот брать, даже чисто по работе, ну по количеству документов, которые нужно готовить, заполнять, то есть там, говоря, на смену статуса, ну под форму определенные документы подкладываются, не будем углубляться, но идея. Под петицию на разрешение работы еще комплектик небольших документов. Под advance пароль, разрешение на выезд, там форма, петиция, плюс еще определенные документы. То есть вот разложить эти даже документы, просто даже разложить, там получается приличное количество бумаженций. А если вы еще к адвокату будете обращаться, то вы ему, допустим, словом говоря, заплатили за визу невесты и за смену статуса за этот кейс еще заплатили. Итого, при самых скромных расценках, он с вас возьмет там полторы или, допустим, здесь полторы. Ну, некоторые бывают еще более адекватные.